Первую половину XIX века, время правления Александра I и Николая I, часто называют золотым веком русской культуры. В это время были созданы произведения, ставшие непревзойденными образцами искусства, заложившие традиции национальной культуры. Создатели культуры I-III XIX века в большинстве своем были представителями дворянства. Дворянская же среда оказывалась и главным потребителем. Другим слоям населения произведения культуры были в то время недоступны, да и непонятны. Культурная жизнь кипела в столицах и крупных городах, но провинции она почти не касалась. В этом проявился разрыв между культурой верхов и низов. Для широких масс населения была характерна народная культура – сказки, песни, былины, пословицы и поговорки. Несмотря на разрыв, интерес верхов к культуре своего народа постепенно возрастал. И только во II-III века разночинская интеллигенция, образованные выходцы из других сословий, становятся рядом с творцами из дворянской среды, шире становится круг потребителей культурных ценностей. В этом проявилась еще одна существенная черта – демократизация культуры. Фундаментом для стремительного культурного взлета в данный период послужили развитие искусства и науки в предшествующую эпоху просвещения. Отечественное искусство чутко отзывалось на общественные настроения и исторические события первой половины XIX века. Это и Дней Александровых прекрасное начало, гроза 1812 года, заграничные походы русской армии, Аракчеевщина, восстание на Сенатской площади, апогей самодержавия при Николае I, споры западников и славянофилов. Грандиозные исторические события привели к росту национального самосознания, попыткам оправдать или критиковать российскую действительность. Рост критических настроений в обществе, в свою очередь, вынуждал государство усиливать контроль в сфере культуры. Центральным явлением культуры в этот период становится литература. Именно в ней находили свое отражение наиболее важные проблемы общества. За сравнительно короткий промежуток времени здесь происходит смена сразу нескольких стилей. Влияние классицизма с идеями долга и служения государству проявлялось произведение Гавриила Романовича Державина. На смену классицизму шел сентиментализм, нашедший свое отражение в повести «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина. На первый план здесь выступали чувства героя, его эмоции, переживания. Накануне Отечественной войны 1812 года зарождался русский романтизм, им проникнуты баллады Василия Андреевича Жуковского, Людмила и Светлана. Герой-романтик не приемлет действительность, он либо бежит от нее, либо борется, стремясь изменить мир. Во второй четверти XIX века появляется русский реализм, показывающий проявления реальной жизни, ставящей наиболее острые вопросы. Борис Годунов и Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина были именно реалистическими произведениями. С появлением романа «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова и «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя стало возможным говорить о зарождении критического реализма, изобличавшего негативные черты общества и людские пороки. Театр стал средоточием светской жизни, здесь находил свое выражение дух времени. Театральная жизнь была сосредоточена в столицах. В Петербурге с 1832 года действовал Александринский театр, построенный по проекту архитектора Карла Ивановича Росси. В Москве в 1824 году был открыт Большой театр, один из крупнейших театров Европы. Его возвели на месте сгоревшего в 1805 году Петровского театра. В начале века на сцене ставились произведения в стиле классицизма и сентиментализма, постепенно им на смену шли романтизм и реализм. Весьма распространена была уропатриотическая тема, спектакли по пьесам Нестора Кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла» князь Михаила Васильевич Скопин-Шуйский. Популярностью пользовались мелодрамы и выдавили. В 1830-е годы на сцене стали появляться реалистические произведения. В 1831 году на сцене Большого театра в Петербурге состоялась премьера пьесы Грибоедова «Горе от ума», а в 1836 году в Александринском театре был представлен ревизор Гоголя. Николай I, посмотрев комедию, был благосклонен, но сказал, что в пьесе всем досталось, а ему больше всех. Наиболее прославленными актерами стали Павел Степанович Мочалов, игравший романтических героев, и Михаил Семенович Щепкин, представлявший новое для того времени реалистическое направление. Фундамент отечественных музыкальных традиций был заложен в творчестве композитора Михаила Ивановича Глинки. Он писал романсы на стихи Пушкина, Дельвига, Батюшкова и Жуковского. Событием 1836 года стала премьера его оперы «Жизнь за царя», посвященной подвигу Ивана Сусанина. Классицизм, или академизм, в живописи активно насаждался Петербургской академии художеств. Для него были характерны произведения на библейские или мифологические темы. Академизм нашел отражение в творчестве Андрея Ивановича Иванова, Алексея Егоровича Егорова, Василия Кузьмича Шибуева. Романтизм в живописи был представлен портретами кисти Ореста Адамовича Кипренского. Художник стремился показать внутренний мир героя, его настроения и переживания. Романтические образы Италии в творчестве Сильвестра Феодосии Вещи Щедрина как бы противопоставлялись крепостнической России. Реализм начал проявляться в творчестве Алексея Гавриловича Венецианова, который брал сюжеты для своих полотен из обыденной крестьянской жизни, избегая, однако, острых социальных тем. Для творчества Павла Андреевича Федотова характерен критический реализм, сюжеты картин заимствованы из обычной жизни, одни комичны, а другие трагичны. «Последний день Помпеи» стал для русской кисти первым днем. Писал поэт Боротынский о картине Карла Павловича Брилова «Последний день Помпеи». Произведение было с восторгом принято в России и за рубежом, завоевало награды на конкурсах. Классические мотивы здесь сочетались с романтическими. Самой большой по размерам картиной в русской живописи стал «Медный змей» Федора Антоновича Бруни, над которой художник работал 15 лет. 20 лет труда потребовала от художника Александра Андреевича Иванова картина «Явление Христа народу». Здесь изображен народ, исполненный надеждой на торжество правды и спасения, олицетворенный в образе Христа. В архитектуре до 1830-х годов доминирует ампир или поздний классицизм. Это монументальный стиль с богатым декором, должен был демонстрировать могущество государства и военную доблесть. В стиле ампир в Петербурге создавались целые архитектурные ансамбли. По проектам архитектора Карла Ивановича Росси были построены здания Сената и Синода, главный штаб, Михайловский замок и Александринский театр. По проекту Андрея Никифоровича Воронихина был сооружен Казанский собор. А Адриан Дмитриевич Захаров реконструировал здание Адмиралтейства. Московский ампир отличался большей мягкостью форм. Осип Иванович Баве спроектировал Большой и Малый театры. Архитектор Доменико Жилярди здание Московского университета. В 1830-х годах появляется новый стиль – эклектика, предполагавший и заимствование различных элементов из стилей прошлого. Он продержался до 1890-х годов. Создателем русско-византийского стиля в архитектуре стал Константин Андреевич Тон, спроектировавший здание Николаевского вокзала, Крама Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты в Москве. В Петербурге, сочетая классицизм и барокко, построил Исаакиевский собор архитектор Август Августович Монферран. Серьезные успехи были достигнуты и на научном поприще. Николай Михайлович Карамзин создал 12-томный труд «История государства российского», где излагал историю страны в популярном стиле и открыл читателю многие исторические документы. Благодаря изданию интерес к истории в обществе серьезно возрос. В 1820 году в ходе экспедиции под руководством Михаила Петровича Лазарева и Фадея Фадеевича Белинсгаузена была открыта Антарктида. Профессор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский разработал неевклидовую геометрию, которая используется современной физикой. Академик Василий Яковлевич Струве создал Пулковскую обсерваторию, благодаря которой Петербург был назван астрономической столицей мира. Эмилий Христианович Ленц обосновал закон теплового действия электрического тока, получивший название закон Джоуля Ленца в физике. Борис Семенович Якови разработал электродвигатель и основы гальванопластики. Крепостные механики братья Черепановы в 1833 году впервые в России создали чугунную железную дорогу и паровоз.